Неосвоенных земель в республике по-прежнему много. По мере возможности их стараются осваивать, например, за счет увеличения фермерских хозяйств. В Урмарском районе их около ста, а помогают в этом гранты для начинающих фермеров. Юрий Иванов из деревни Старая Муратова в прошлом году стал одним из победителей грантового конкурса. На эти деньги построил небольшую ферму и теперь выращивает бычков. В одном только ковалинском сельском поселении 8 фермерских хозяйств. В каждой деревне по 2. Юрий Иванов не так давно выиграл грант в размере 1 миллиона и 200 тысяч рублей. Сумма не маленькая, но и не такая большая. Впрочем, этого хватило фермеру построить сарай на 40 голов крупно-рогатого скота и закупить 9 телят швидской породы. Я раньше работал в школе где-то в 90-х годах, но в конце 90-х и потом у меня два сына было. Зарплаты не хватало и начали мы потихоньку дома скотину держать. Вот так-то у нас пошло потихоньку, потихоньку. Сперва 2-3, потом 4-5, 6-7, ну больше 10. Потом у нас где-то около 10-12 голов было. У нас глава администрации, ковалинское поселение менялось, вот она новая глава администрации нам предложила, чтобы мы стали фермером. Преимущество швидской породы в том, что они вырастают мускулистыми. Бык достигает 1200 килограммов, корову 800 и дает молока в среднем до 5 тонн в год. Мы взяли маленьких телят, ну там выйти, швидские породы, они эти, тёлки, хотим, чтобы они, ну попробуем сделать из них коровы, а остальные бычки, ну на мясо где. Юрий Геннадьевич, прибыль от хозяйства, планирует получить через год. Пока надеется на новый трактор, прикупил снегоуборочное оборудование, очищают улицы родной деревни. Мы заложили щебнем дорогу к этой ферме, ну и в дальнейшем, чем можем, поможем. Мы всегда поддерживаем таких молодых фермеров и будем надеяться, что число фермеров в моем поселении будет расти и будет увеличиваться. В районе около 100 фермеров. Впрочем, их количество может возрасти. Неосвоенных земель в районе около 3000 гектаров. Вот такие фермы у нас есть, которые даже не смогли выиграть, участвовали в этой программе, но не смогли выиграть. Они своими средствами, при помощи кредитов начали строить фермы, реконструкции делать фермы. Как утверждает Юрий Иванов, часто выручают и дружеские отношения между фермерами. Кто чем может, поможет. Сеном, техникой. Мы, говорит, не конкуренты. Мы коллеги. Поднимаем родную деревню. Алексей Иванов, Андрей Спиридонов, Республика.